Стоп угрозам и нападениям в Турции Заявление НПО 33 представителя неправительственных организаций выразили серьезную озабоченность в связи с ухудшением положения туркменских мигрантов в Турции, тех, кто критически высказывается о режиме Туркменистана. Их безопасность подвергается угрозам в результате давления туркменских властей на правоохранительные органы Турции и прямых нападений на туркменских мигрантов. Тысячи находящихся в Турции с просроченными документами туркменских мигрантов оказались лишенными права на труд-учебу. Медицинское обслуживание, свободу передвижения, социальную защиту, возможность заключения брака, регистрации детей и другие. Люди стали выходить на уличные протесты и писать о своих проблемах в социальных сетях. Имеются задокументированные свидетельства неоднократных обращений многих граждан и правозащитников к туркменским властям. К чести турецких властей, они долгое время с пониманием относились к положению туркменских мигрантов. Однако в последнее время ситуация изменилась. В ходе подготовки к назначенному на 12 ноября в Стамбуле заседанию Совета сотрудничества тюркоязычных государств, резко участились сообщения о произвольных задержаниях полиции туркменских гражданских активистов в Турции, помещении их в депортационные центры и угрозах депортации в Туркменистан. Эксперты считают, что руководство Турции заинтересовано во вступлении Туркменистана в эту организацию и прилагает активные усилия, чтобы это произошло в ходе предстоящего заседания. Очевидно, что изменения в политике турецких властей по отношению к проживающим в Турции туркменским активистам произошли в ответ на просьбы правительства Туркменистана, стремящегося прекратить гражданскую активность своих граждан за границей. Несмотря на заявления туркменских активистов и международных правозащитников, турецкие власти встали на сторону консульских работников Туркменистана. Последние же занимаются фабрикацией бездоказательных жалоб на соотечественников, на основе которых турецкая полиция произвольно и незаконно задерживает туркменских мигрантов и угрожает их депортацией. Вызывают серьезное беспокойство многочисленные сообщения, что на территории Турции туркменские граждане-сторонники режима Бердемухамедова регулярно нападают на гражданских активистов и угрожают им и их родственникам расправой. Создается почва для безнаказанности и новых нападений. Сторонники туркменских властей неоднократно высказывали угрозы в адрес проявляющих гражданскую активность женщин. Организовывали их травлю, регулярно терроризируют наиболее активных молодых людей по телефону и интернету. Они угрожают активистам и их родственникам созданием серьезных проблем, вплоть до убийства. Активисты неоднократно обращались в турецкую полицию, предъявляли скриншоты угроз, указывали имена нарушителей, но полиция не предпринимает решительных мер. Эти случаи нападений и угроз являются вопиющими примерами преследования иностранными гражданами активистов на территории Турции и безусловно нарушают законы Турции и международное право. Бездействие турецких правоохранительных органов в связи с этими преступными действиями не имеет оправдания и не основано на законе. Правозащитники надеются, что Турция будет придерживаться принципа верховенства права и не будет в угоду геополитических интересов идти на поводу незаконных требований туркменских властей. Оказывать давление на туркменских активистов и покрывать нарушителей закона на своей территории. Турецкие власти должны следовать своим международным обязательствам по защите находящихся на ее территории людей от преследования и защиты их фундаментальных прав и свобод и не должна становиться соучастником грубых нарушений прав человека. Заявители призывают межправительственные организации и международных партнеров Турции обратить внимание на эту острую ситуацию и призвать Анкарю соблюдать международно-правовые обязательства.